В продолжении морфологии мы, естественно, должны с вами поговорить о таком важном аспекте всего этого дела, как листовые формации. Что это такое, зачем, почему и почему вы вообще должны это знать. Зачем вам это все несчастным моим зайкам? Значит, лист, как мы с вами помним из определения, это орган, не осевой, кстати, важно, это орган, который выполняет основные его функции, это, соответственно, транспирация, фотосинтез, транспирация и газообмен. На самом деле, я бы сказала, что газообмен с транспирацией почти одно и то же, ну ладно, опустим, как незначащее. Но смысл в том, что иногда-то лист может выполнять совершенно другие функции. Если в основные функции выходит что-то другое, то обычно мы говорим, что орган метаморфизирован. Но так как у этого количества растений есть постоянно присутствующие листья, которые не выполняют, например, функцию фотосинтеза, а выполняют функцию защиты, то говорить о том, что все растения имеют всегда метаморфизированные листья, как-то вот решили, что так мы делать не будем. Поэтому стали говорить о том, что, ребят, ну существуют просто формации листьев, в зависимости от того, где они возникают, ну условно говоря, там внизу растения, посередине растения или наверху растения. В связи с этим мы выделяем три формации, соответственно, это листья низовой формации, листья срединной формации, листья верховой формации. Это те листья, которые в норме присутствуют у растения. Ну, правда, сразу скажу, что не обязательно у всех растений, вы обязательно найдете все три формации листьев. Это неправда. Но часто такое происходит. Итак, первое, с кем мы с вами познакомимся, это так называемые трофофилы. Кто такие трофофилы? Уйди, профил. Значит, трофофилы – это, сейчас я договорюсь со своей тачпад-штукой, потому что я ее только что подключила, но не хочется со мной общаться сейчас. Итак, первая наша с вами группа – это, соответственно, ура, трофофилы. Что такое трофос? Давайте вспомним, что за корень. В общем, с точки зрения латыни, трофос – это что? Это кто? Это зачем и почему? Я правда была. Так, кто-то что-то написал. Питание, да, с Женей, спасибо большое. Да, действительно, это питание. Ну, филос – это лист. Значит, это питательные листья. Это листья, которые могут обеспечивать питание. Ну, как бы, да, но не совсем. Значит, вот эти трофофилы делятся на три категории. Листья низовой формации, листья срединой формации и листья верховой формации. В потенциале все три формации, абсолютно все три способны к фотосинтезу. Но у некоторых растений листья либо низовой формации, либо верховой формации представляют из себя чешуи. Потому что их основная функция – это, соответственно, защита. Что будут у нас закрывать листья низовой формации? Значит, как вы поняли, листья низовой формации – это те листья, которые самыми первыми появляются на растении. В частности, в те моменты, когда растение прорастает. И, как вы понимаете, соответственно, из этого истекает функция того, что они защищают молодые листья уже срединой формации, которые будут нести основную функцию фотосинтеза. То есть листья низовой формации чаще всего представляют из себя чешую, потому что они защищают, а защищают они при прорастании, например, листья срединой формации. Те же самые листья срединой формации могут защищать и почки. Давайте с вами вспомним, что у нас есть закрытые почки, и есть особые чешуи, которые называются катофиллы, которые прикрывают внутреннее содержимое почки. Ну и неважно, там это генеративная почка, вегетативная, это не имеет никакого значения. Но смысл в том, что они также прикрывают. И что у нас тогда получается? У нас получается, что листья срединой формации возникают на, о боже мой, взрослом растении. И на самом-то деле, когда происходила вот эта вот систематизация, действительно говорили, что листья низовой формации те, которые самые первые внизу растения оказываются, листья срединой формации там вот это, верховой формации вот это. А потом как бы выяснилось, что, ребятки, листья низовой формации могут прикрывать и почки, и тогда, ну что, их называть как-то по-другому? Конечно, нет, их оставили также листьями низовой формации. Вот. Самое главное, что у листьев низовой формации функция – это защита. Да, они могут зеленеть, но чаще всего это чешуевидные какие-то структуры. Листья срединой формации – это основной фотосинтез, это то, о чем мы с вами говорили. Это вся морфология – это вот туда, в смысле, вся вот эти вот вариативность – это вот про листья срединой формации. Ну, то, что мы сейчас будем говорить с вами про анатомию, там в основном тоже все это про листья срединой формации. Кто же такие листья верховой формации? А листья верховой формации тоже зачастую бывают чешуями, но не всегда. Это листья, в пазухах которых формируются цветки или соцветия. То есть на самом-то деле листья верховой формации – это брактеи. Брактея – это по-латыни кроющий лист цветка. Потому что кроющие листья, как вы понимаете, бывают двух типов. Либо они прикрывают вегетативную почку, либо они прикрывают генеративную почку. Если, соответственно, лист прикрывает генеративную почку, то он будет называться брактея. Есть, правда, брактеолы, но кто такие брактеолы, мы поговорим чуть позже. Так, с трофофилами понятно, с листьями формациями понятно. Предположим, что понятно. Значит, следующая наша с вами группа – это профилы. Тут немножечко сложнее. Значит, следите за логикой. Ну, вернее, давайте сразу к третьей группе перейдем. Это семидоли. Просто надо сначала обсудить, что такое семидоли, прежде чем говорить, кто такие профилы. Итак, как вы знаете, семидоли – это самые первые листоподобные структуры, возникающие на побеге. Самые-самые первые. Другое дело, что семидоли-то на самом деле у нас могут быть, значит, похожи на листья. И тогда это функция у нас фотосинтеза. Семидоли могут быть щитком. Ну и как бы щитком, ну все, о чем дальше сказать. Семидоли также могут быть горохом. Ну, в смысле, как у гороха, то есть это запас питательных веществ. То есть функция семидоли, на самом деле, очень вариативна в зависимости от того, какое растение мы с вами берем. Но в любом случае, это первый листоподобный орган, который возникает на побеге, на стебле. А что с ним дальше растение делать? Ну, это как бы его дела. Но возникает-то он где? Семидоли эти где возникают? А возникают они на главном побеге. Ну, вот в смысле они возникают вот на этом зародышевом побеге, который даст начало главному побегу. Дальше мы должны с вами вспомнить, что на самом-то деле, помимо главного побега, вот у нас главный побег, у нас есть боковой побег. Ну, он сформирован боковой почкой. Да, вот здесь вот у нас пазухи, листочка. Вот это у нас главный побег, это у нас, соответственно, боковой побег. А боковому побегу же обидно. Что это у главного есть семидоли, а у меня нет? Как дальше жить? И боковые побеги. Иногда не у всех растений так происходит. Но боковые побеги некоторых растений могут начинать свою листовую серию со структур, похожих на семидоли. Только семидолями их уже называть нельзя, потому что семидоли – это семидоли. Поэтому эти листоподобные структуры, называются, барабанная дробь, профилы. Итак, еще раз. Мяу. Профилы – это структуры, аналогичные семидолям. То есть боковые побеги некоторых растений могут начинать свою листовую серию с профилов. Эти профилы точно так же будут не похожи на листья, которые будут находиться на боковых побегах или на главных, неважно. То есть эти листья скорее будут похожи на листья низовой формации, нежели чем на листья срединной формации. Если у вас, например, какая-нибудь сиренечка с таким вот сердцевидным листочком. Короче, у меня какой-то кривой сердцевидный листочек. Ну, неважно, в смысле, вы поняли, да? То профил может быть на боковом побеге чушуевидненьким. Он похож вот на эту игрушку? Нет, конечно, не похож. Более того, самое ужасное это заключается в том, что профилы будут располагаться, ну, в зависимости от того, они одиночные или парные, они будут нарушать листовую серию. Они не будут подчиняться, зачастую не будут подчиняться правилам филотаксиса, которые есть у этого растения. Так, если что, филотаксис – это листерасположение. Мы тоже об этом будем говорить. Вот кто такие профилы. А дальше давайте с вами вспомним, что у нас листья верховой формации – это листья, которые прикрывают генеративные почки. Их можно по-другому назвать брактеями. Но что прикрывает брактея? Брактея прикрывает цветочек, да, ну, или соцветие. А как бы цветочек, ну, если вспомним какую-нибудь фолиарную теорию Гёта, то это как бы побег. Значит, если это побег, который образовался в пазухе листа, значит, это боковой побег. А если он боковой побег, он же может себе сделать профилы? Может. И тогда у нас образуются маленькие листочки, один или два, на цветоножке. И вот они будут называться брактеолами. Бракте-о-ла. Значит, по-русски брактея – это прицветник, а бракте-о-ла, соответственно, прицветник-чек. Вот, собственно, как возникают эти прицветнички. Просто для того, чтобы понимать, кто такая бракте-о-ла, надо понимать, кто такие профилы. А профилы – это вот тип аналоги семидолей у листовой серии боковых побегов. Это понятно? Вопросы есть? Хорошо, вопросов нет. Да. Ну, давайте еще раз обсудим. Значит, трофофилы или ассимилирующие листья, соответственно, бывают низовой, срединой и верховой формацией. Кстати, очень часто практически все листья низовой формации можно называть катофилами. Просто как-то вот в нашей литературе, если мы говорим про вузовские учебники, как-то вот немножечко разделяют листья низовой формации и непосредственно катофилы. Потому что катофилы, которые почки прикрывают зимующие, очень часто у них анатомия немного другая. Там много смоляных ходов для того, чтобы это все слепало. Знаете, вот, извините, пожалуйста, потому что сегодня с утра было солнышко, было так тепло. Как только зашло солнышко, стало так холодно. Более того, значит, я с утра вышла, значит, в потомчике светил глаз, и у тебя, значит, глаза так открылись. Как только, значит, солнце зашло, фотончики закончились, и глазки сделали так. Поэтому я сейчас издеваю. Так, если мы говорим про листья верховой формации, то по-другому их называют гипсофилы. Это очень смешно. Я не знаю, почему, но мне очень смешно. Ну вот, потому что есть растение гипсофилы. Вот, и она, собственно, по-латыни так и называется, гипсофилы. Вот, и тут, оказывается, есть листья верховой формации, которые называются гипсофилы. Мне кажется, это смешновато. Ну вот, смотрите, да, значит, если мы смотрим про... Господи, на почку, вот эти катафильчики, вот, прекрасные. Но если мы, например, возьмем какой-нибудь ландыш, то в основании мы видим такие чешуевидные, практически не фотосинтезирующие, то есть лишенные хлоропластов, такие листочки. Это, собственно, листья низовой формации, которые при прорастании перекрывают фотосинтезирующие пластинки. Ну и, соответственно, соцветия тоже. Что касается профилов, значит, есть вегетативные профилы, как вы поняли, генеративные. Генеративные профилы будут называться брактеолами, чтобы вы понимали, куда я смотрю. У меня за окном березы, а на березе, значит, у нас в вороне гнездо. Я так понимаю, что так как весна пришла раньше, то вороны, которые живут тут у меня рядом, они решили, значит, это брачные игры устроить. Но они не каркают, нет. Значит, у меня есть две вороны, сейчас сидят друг напротив дружку, и, значит, по мере того, как я рассказываю, расстояние между ними сокращается. При этом они не разговаривают друг с другом, они так присоединяются друг с другом. Причем, судя по размеру, мне кажется, самец сидит чуть ниже и, значит, так смотрит на женщину-ворону. А женщина-ворона смотрит куда угодно, только не на мужчину-ворону. Вот, это очень любопытно. Так, что касается профилов. Значит, смотрите. Ну, вот, например, растение, которое называется киркозон. У него листовая пластина, ну, очень красивая. Вот и в жизни так, Женя. У него листовая пластина очень красивая. А вот если мы посмотрим вот на эту структуру, которая вообще по форме, значит, не напоминает лист киркозона, это, собственно, и есть профилы. Другая история, это мушмула. Вот эти вот маленькие штучки, вот с этой стороны, а здесь она с другой стороны, да. Это и есть, соответственно, профилы. Как вы понимаете, на зеленеющую, фотосинтезирующую пластинку это не похоже никак, никаким образом. Женщина-ворона улетела. А мужчина такая осталась сидеть. Ну, ладно. Вот, поэтому профилы иногда выполняют совершенно рудиментарные, ну, непонятно, зачем они присутствуют. Абсолютно рудиментарная история. Ну, например, в случае с киркозоном это дополнительная некая защита. То есть многие растения избавились вообще от профилов, им они не нужны. Да, грустная история любви. Ну, я, кстати, не знаю. Может быть, женщина-ворона потом еще вернется, потому что, возможно, у них непосредственно размножение еще не наступило. Вот. Да. Ох, чую, у меня тут будет, конечно, воронья свадьба. Ой, они же так кричат красиво. Да. Вернется с двумя детьми. Так. Ну, про профилы более-менее понятно. Ну, с семидолями тоже более-менее все понятно. И что мне про них вам рассказывать? Про листовой рубец и листовой след я тоже думаю, что мы уже неоднократно обсуждали, что такое листовой след, листовой рубец. Сегодня отдельно поговорим про формирование отделительного слоя, как, что, чего, с анатомической точки зрения. Ну, еще раз, значит, рубец – это раневая ткань, да, рубец образуется там, где было что-то. Соответственно, листовой рубец – это место прикрепления павшего листа, а листовые следы – это вот остатки проводящих. Ребята, ой, как же мне не хватает фотончиков в глазки. Листовая мозаика. Значит, как вы понимаете, листовая мозаика опосредуется практически всегда черешками. За редким исключением растение имеет листовую мозаику с сидячими листьями. Но там листовая мозаика осуществляется за счет филотаксиса. То есть там угол, в общем, то, как будут отходить листья, очень жестко контролируется филотаксисом. И так у вас прямо сейчас должна в голове возникнуть картина каких-нибудь там молодил и так далее. Там вот каждый листочек не попадает, не перекрывает один другой. Листовая мозаика, если мы говорим про древесные растения, то всегда опосредуется черешками. И еще самое важное, что вы должны понимать. Четкий контроль за расположением листьев осуществляется у теневыносливых растений. Это важно. Почему? Потому что светолюбивые растения, во-первых, они тень вообще никак не переносят. Ну, то есть им очень плохо, они плохо функционируют. Но очень многие светолюбивые растения, в частности, светолюбивые деревья, имеют такую анатомию листовой пластинки черешка, что у них нет жесткой фиксации листовой пластинки в пространстве. Сейчас вы должны вспомнить березу. Белая береза под моим окном. Вот, собственно, у меня прям белая береза под моим окном. У них конечные веточки, во-первых, очень тоненькие. В них не супербольшое количество механических элементов. Это не жесткий какой-то каркас. Это подвижная конструкция. Плюс черешки, которые не удерживают листовую пластинку жестко в пространстве. И в итоге получается, что их листовая пластинка никогда не располагается под углом 90 градусов к Солнцу. Их листовая пластинка зачастую параллельна направлению солнечных лучей. Это дополнительный способ защиты от избыточного количества солнечного света. То есть это вот такая вот особенность у них. Еще раз. Листовая мозаика в основном у растений А с черешком, Б тенелюбивых. Простите, не тенелюбивых. Ну и да, и тенелюбивых, и теневыносливых. Да, и тенелюбивых, и теневыносливых. А вот прям светолюбивые растения, которым прям вот очень плохо в тени, у них в основном не листовая мозаика, у них другие способы расположения своих листьев. Две еще особенности, о которых мы с вами должны обсудить, это то, как помимо того, что есть листья верховой и низовой формации, есть еще два понятия. Это анизофилия и гетерофилия. Ну, гетерофилия объясняется все очень просто. Условно говоря, листья низовой формации, листья мяу. И листья верховой формации, листья срединной формации и низовой формации. То есть, когда у вас стабильно, железно, есть листья, которые жестко отличаются друг от друга по функциям и анатомии. Самое важное, что они будут отличаться по анатомии. Классическим примером является папоротник Олени Ро. Я когда видела вот эти вот фотографии, думала, да ладно, там какой-то шок. Потом мы приехали в Сочи. Там у них есть шикарный парк. Называется парк Дерево Дружбы. Это парк при институте склероз, склероз, ребята, труба. Значит так, этот институт занимался в советское время. И сейчас он занимается созданием и селекцией плодово-овощных, древесных культур. И парк Дерево Дружбы создан на основе дерева, которое так и называется Дерево Дружбы, в основании привоем, подвоем, господи. В общем, то, что корнями углубляется в землю, является тот самый понцору с трех листочковой листья, которого я вам показывала, а на него прививали различные мандарины, лимоны и так далее. Смысл в том, что прививали люди за всю историю. То есть она начала создаваться, по-моему, в 60-е, что ли. В общем, кто прививал эти растения, веточки. И, по-моему, все президенты, которые посещали нашу страну, все отметились на этом Дереве Дружбы. Оно поэтому так и называется Дерево Дружбы. Плюс там много различных ученых, музыкантов, в общем, гигантское количество всяких людей. Это просто вот такое немоверных размеров дерево. То есть это лирическое вступление к чему? К тому, что там также растет этот олений рок. И вот я, значит, вживую вижу этот олений рок и думаю, да ладно. Как это так? Что это не может быть такого? В общем, когда экскурсовод отвернулась, я решила посмотреть, может, это какая-то тупая система, может, там как-то что-то прилепляет сверху. И я стала заглядывать под вот эти вот нижние листья. Они там реально как слоями, как юбки одеваются. В общем, смысл в чем? Я расскажу, что олений рок – это такое эпифитное растение. Оно на земле не растет, им нужна опора. Значит, корни, придаточная система, она присасывается, ну, в общем, прикрепляется к опоре. Вот у нас, значит, дерево опора. Дальше вот в плоскости от экрана к вам находится не очень большое корневище. Вот так вот оно располагается, это корневище. Ну, то есть, на самом деле, оно как бы вот на вас смотрит. И от этого корневища отходят, постепенно отходят вот эти вот слои, наслоение юбок, соответственно, вот этого листьев низовой формации. Хотя, как вы понимаете, у папоротников вообще-то некорректно говорить про листья какой-то средины, низовой формации. У них там все по-другому. У них ваи, у них везде ваи. В общем, вот эти вот коричневатые ваи, они как юбки наслаивающиеся, да, раз, два, три, четыре, пять. Зачем это все? У вас полностью прикрыто и защищена корневая система и корневище. Никто не подберется, никакой ад не сожрет. А на конце самое там буквально пара-тройка миллиметров дает начало фотосинтезирующим листьям. Как вы понимаете, здесь у нас как бы условно говорят раз, папоротник, два и три. Это три разных корневища. Напомните отличие ваи от листа. Значит, ваи это... Значит, ваи это лист папоротника, который обладает на своем кончике потенциал неограниченного роста. Самое-то смешное, что не все листья папоротников обладают этим потенциалом неограниченного роста. Но решили всех в одну корзину. Причем более того, я могу сказать, что листья папоротников ваи, я дополнительно читала, не считаются сложными листьями. Они считаются простыми листьями. То есть это типа какой-нибудь будет дважды периста рассеченный лист, что-то в этом роде. Так, ну и есть другая история. Это анизофилия. Это не совсем раз... То есть по анатомии эти листья отличаться не будут, они будут отличаться по морфологии. То есть они будут отличаться чаще всего размерами. Классическим примером анизофилии является силогенелла, которая таким способом выстраивает свою листовую мозаику. Да, у нее есть, соответственно, большие крупные листочки, а дальше это чередуется с мелкими листочками, и они в пространстве абсолютно по-разному повернуты. Тем самым каждый листочек обеспечивается оптимальным количеством солнечного света. Это способ формирования листовой мозаики. Вот такая вот история. Ну и про филотаксис я думаю, что мы с вами сейчас уже поговорим, но более-менее я думаю, что вы все с ним знакомы. Итак, что такое филос? Это лист, таксос, таксис – это направленное движение. Ну тут, конечно, не совсем история про направленное движение, но, в общем, назвали это все-таки филотаксисом. По-русски это называется лист расположения. Филотаксис глобально делится на три категории в зависимости от того, какое количество листов в одном узле вы можете найти. Значит, первый вариант – это у нас один лист в одном узле, и тогда это будет называться очередным филотаксисом. Значит, этот очередный филотаксис, ну, чаще всего все-таки его потом называют спиральным, потому что листья как бы располагаются по спирали. Но другое дело, что за один виток спирали, ну, вот давайте так, точка раз, точка два, за один полный оборот спирали, сколько листьев мы можем впихнуть в этот один оборот спирали. И тогда у нас получается, что мы выходим к знаменитому ряду Фибоначчи, потому что в зависимости от того, сколько углов, о господи, сколько листьев в один оборот вы можете поместить, столько и… Сейчас мысль, мысль ушла. Эх, тяжело мне без солнца. Итак, самое главное при филотаксисе – это соблюсти правило, что ни один лист не должен находиться в тени другого. Но в любом случае в какой-то момент один из листьев, располагающихся внизу, окажется в тени другого листа, располагающегося где-то наверху. Но желательно, чтобы тот самый лист, который будет загораживать наш нижний, был максимально высоко. Чаще всего происходит следующим образом, что первый лист, который располагается в начале нашей спирали, он, соответственно, будет у нас, условно говоря, первым листом. За полный оборот спирали мы проходим, значит, какой-то путь по стеблю, и у нас появляется второй лист, который чаще всего загораживает нижний лист. Таким способом у нас соблюдается некое расстояние между этими двумя листами, и мы тогда меньшим образом затеняем нижний. Я, конечно, не говорю про какие-нибудь розеточные растения, там, естественно, все друг друга загораживают. Но если у нас какой-то там ауксибласт, то тут гораздо проще. В итоге, в зависимости от того, сколько оборотов мы проходим и сколько листьев в одном обороте у нас имеется, мы можем рассчитать, какой угол будет между листьями. Можно, например, один лист за один оборот. Тогда эти листья будут располагаться редко. Мы за один оборот можем расположить, например, два листа. Ну, прикольно. Второй лист будет где-нибудь вот здесь и будет смотреть в противоположную сторону. Тогда у нас получится очередный двурядный филотаксис. Что это будет означать? Это будет означать, что на стебле наши листья будут располагаться двумя рядами под углом 180 градусов друг относительно друга. То есть они будут максимально далеко друг от друга в продольном сечении стебля и в поперечном сечении стебля. Ну, мы можем расположить три листа, мы можем расположить пять листов, но пять листов за один оборот не получится расположить по углам, а получится их расположить пять листов в два оборота. Дальше мы с вами вспоминаем ряд Фибоначчи. Один, один, два, три, пять, восемь, так и далее. Что у нас получается? Вот так, вот так, вот так, так, так и дальше. Это все прекрасно. Есть математика в действии, но природа не была бы с собой, если бы не имела кучу исключений. Есть растения, которые плевать хотели на этот заряд Фибоначчи, плевать хотели на наши попытки все это систематизировать. Они растут так, как они хотят. Я, к сожалению, не сфотографировала это растение. У нас на кафедре, собственно, Владимир Викторович, он посадил траву однодольную, у которой, значит, типа должен быть очередный двурядный филотаксис, но если посмотреть на... Так, вот это тип у нас... Так, ладно. Это, в общем, вот это вот типа ровный кружочек. По идее, очередный двурядный филотаксис предполагает, что вот под углом 180 градусов друг относительно друга располагаются эти листья, каждый в своем узле. У нас, значит, вот этот друг травянистый, однодольный располагает свои листья следующим образом. В дворе, да, по очереди, ну вот так. Ну, соответственно, вот здесь вот располагается источник света. Это как мини... В лучшем случае это 120 градусов. В лучшем случае. А то и меньше. И плевать он хотел на эти ряды фибоначчи, и плевать он хотел на это листерасположение. Ему так удобно, все. А вы там дребитесь, как хотите. Так что все эти попытки... Это все прекрасно, но, как обычно, находится какое-нибудь исключение. Второй вариант – это два листа в узле, и это, соответственно, супротивное листерасположение. А там тоже есть история про ряды фибоначчи и подчинение математике. Потому что, как вы понимаете, если у вас, значит, в первом узле листья располагаются вот так, то логично, что во втором узле они не должны располагаться в той же плоскости ровно над вот этими листьями, иначе они их будут загораживать. Поэтому они располагаются в плоскости доски, в плоскости компьютера. Они смотрят как бы на вас и туда. А третий узел, соответственно, будет располагаться вот так. И тоже есть исключение. Тоже не всегда точно так же. Поэтому мы, конечно, это все систематизируем, но растения над нами смеются. Ну, а, соответственно, если в узле располагается больше трех листьев, три или больше, то это называемое мутовчатые листья расположения. Ну, и дальше пошла жара. В зависимости от того, сколько вы хотите располагать листьев, между ними тоже должен быть определенный угол. Желательно. Опять же, тоже есть исключение. Итак, очередный супротивный мутовчатый филотаксис. Ну да, то же самое. Нет, метаморфозу мы с вами сегодня не будем брать. Мы сегодня с вами перейдем к анатомии. Анатомии растений. Так, анатомии, поехали, поехали. Так, пока никаких вопросов у вас не имеется. Вы такие спокойные сидите, или вы тоже там засыпаете? Так. Итак, анатомическое строение листа. Сразу хочу сказать, что анатомическое строение листа, которое вот в учебниках обычно описывается, оно это только маленькая часть того, что вы должны понимать и осознавать про это дело. К чему здесь ряд Фибоначчи? Полина, значит... А ладно. А я не буду рассказывать. Значит, у нас следующее занятие с вами. Да, я придумал. Ладно. Значит, следующее наше с вами занятие. Она практическая. Оно, скорее всего, уже будет в марте. Может быть, где-нибудь в числах... Вот это вот... Значит, 7 плюс 7, это 14. Вот начиная с 14 марта, вот эта вот неделя 14 марта, вот какой-то вот примерно в тех числах, у нас с вами будет практическое занятие. И это практическое занятие будет по диаграммированию цветка. Понятно, что цветки мы с вами еще не проходили, но там как бы особо и не надо знать... Не надо знать теорию про цветки, надо просто уметь диаграммировать и понимать, как все это располагать на листе. Там отдельная теория, которую, собственно, я прочту во время практического занятия. И вот тогда я как раз и буду рассказывать про эти ряды фибоначчи, только подробно и нормальным языком. Да, вы будете высчитывать угол диаграгенции. В общем, это будет диаграммирование тире... Просто понимаете, диаграммировать же можно цветки, а диаграммировать же можно и тип филотаксиса. Неважно, что вы диаграммируете. Это умение, как бы вот то, что вы смотрите на растение, вы должны уметь перенести это на схему себе на листочек. Вот это вот диаграммирование, собственно, мы и будем заниматься. И вы будете писать тест подготовительный для того, чтобы пройти на это занятие. Вот там я тоже все это расскажу. Понятно, что по ходу наших лекций мы все равно дойдем... Я буду рассказывать про эти углы дивергенции и так далее, но просто сейчас, в ближайший момент, когда вы можете это все узнать, это вот на этих практических занятиях. Потому что я думаю, что к тому моменту в теории мы еще не дойдем. Ну или только-только начнем цветок. Так что, Полина, оставляю вас пока в неведении. Итак, анатомическое строение листа. Ладно, не буду больше я долго томить. Итак, зачем нужен лист? В данном случае мы говорим все-таки про листовые пластинки. Ну, первое, самое главное, это фотосинтез. Потому что эта функция даже вынесена в определение. Какое бы определение листа вы не прочитали, вы всегда найдете слово фотосинтез или образование органических соединений. В общем, в том или ином виде все связано с фотосинтезом. Транспирация тоже очень важна, потому что никакое перемещение веществ от корней к листьям невозможно, если не будет транспирации. Дальше. Это уже более второстепенные функции, но не менее важные. Это запасание питательных веществ и их транспортировка тоже критически важна, потому что органика образуется только в листьях. Ну, в смысле, органика, которая в процессе фотосинтеза, она образуется преимущественно только в листьях или в основной массе в листьях. И она должна транспортироваться в той частности в корень. Поэтому, конечно, транспортные системы должны работать оптимально хорошо. Ну, и отдельная история. Это связано с метаморфозами, с какими-то другими функциями. Мы уже, в частности, говорили с вами о том, что, например, у листьев низовой формации очень часто преобладает функция защиты, и тогда их анатомия, конечно, будет немножечко отличаться. Иногда немножечко, а иногда множечко. Итак, каким с точки зрения анатомии должен быть лист? Это функции. Анатомия. Что должно быть в анатомии? Ну, во-первых, нужно быть проницаемым для света и, соответственно, осуществлять фотосинтез. Как ни странно, да, народ понимает, что ты должен делать фотосинтез, но также еще очень важно быть проницаемым для света. Причем проницаемым, чтобы прям иногда, чтобы насквозь свет тоже должен проходить. То есть вы не должны быть абсолютно черным телом. Надо насквозь проходить, чтобы свет проходил. Дальше. Нужны, при всем при этом, нужны, естественно, средства для осуществления газообмена. Ну, тут, в принципе, более-менее понятно. Надо иметь защиту от избыточного освещения, потому что если слишком сильная интенсивность светового потока, то тогда привет фотосинтеза, ничего хорошего. Также нужно иметь ткань, куда можно положить запасные вещества, ну и обязательно, конечно же, проваляющие системы, проводящие пучки и так и далее. Что все это обеспечивает? Ну, с точки зрения проницаемости, это, конечно же, эпидерма и хлоренхима как обеспечение фотосинтеза. Средства газообмена – это эпидерма с устицами, тут понятно, мы это тоже сейчас будем обсуждать. Защита от избыточного освещения – это трихомы, это межклетники и особая, здесь я не написала этого, особая кутикула, потому что кутикулу-то можно сделать очень разной. Можно сделать матовую кутикулу, можно сделать глянцевую кутикулу. Слой кутикулы тоже может быть разным. И это тоже про фотопротекцию. Нужно иметь место, куда положить вкусняшку. Это, конечно, паренхима, паренхиму там хоть отбавляй. Ну и, конечно же, проводящий пучок, кселемосфлоэмой, все это понятно. Но прежде чем мы с вами попадем в лист, мы должны с вами пройти по черешку. Потому что черешок с анатомической точки зрения тоже очень интересная структура. И вариативность черешков, то, как они выглядят, то, какие они в сечении, это тоже очень вариативная история. Я, честно говоря, всегда, ну, не всегда, долгое время я считала, что черешки-то у всех круглые. Потом, когда я стала внимательно присматриваться и, соответственно, вот катать черешки в руках, я поняла, что, о, у кого-то есть бороздки. О, зачем эти бороздки? А потом я поняла, собственно, стала читать и выяснилось, что вот это вот количество всяких вот этих граней, бороздки, желобки, все, что вот здесь вот показано, это рисунки, и то это такая малая толика, это нужно, в частности, для того, чтобы при незначительном движении ветра происходило колебание листовых пластинок. Дальше вопрос к вам. А зачем специально увеличивать колебательность, да, частоту колебаний листовой пластинки? Зачем? Ну, молчите мои. Так, ну, я там что-то написал. Чтобы не сломался от ветра. Под ветром не прогибаться. Только не прогинаться, а прогибаться. Под ветром не прогибаться. Вот понимаете, в чем проблема-то? Вспомните осину дрожащую. Господи, тополь дрожащий, короче, осина. Уменьшить влажность и сварения. Уменьшить влажность и сварения. Полина. Вот, Полина, вы в очень правильном направлении думаете, только... Ой, я-яшки, я-яшки, ляськи-масяськи. Ну, надо как-то по-другому это сказать. Не совсем в том... Ну, в общем, это про испарение, да, действительно. Значит, смотрите. Когда дует ветер, дует он на всех более-менее, условно говоря, одинаково, но самое страшное для растения это отсутствие ветра. Чтобы вы понимали, те нелюбивые растения, они же испытывают большую проблему под названием отсутствие тока воздуха для создания транспирации. Те нелюбивые растения зачастую вообще не закрывают устицы. Никогда. Более того, мало того, что они не закрывают устицы, ну, не у них так полуоткрытое, так они еще прибегают к гидатодам, к созданию гидатод, для того, чтобы уводить из себя влагу, для того, чтобы была прокачка жидкости. Вот эти вот дополнительные все бороздки нужны для того, чтобы... Упс. Нужны для того, чтобы во время штиля листовая пластинка колебалась и для того, чтобы транспирация шла лучшим образом. Поэтому очень часто бывает такое, что наши растения, вот если у них центр происхождения где-нибудь вот примерно вот рядом с нами, у них черешки очень часто круглые, ну, в общем, без большего какого-то количества граней, без какой-то там супер придумки и так и далее. Ну, потому что у нас прям стоячего воздуха редко бывает история. А если мы перейдем с вами к каким-нибудь тропическим растениям, у них это, конечно, критически стоит. Им это очень важно. Ну, я думаю, что некоторые из вас вспомнят, что это такое. Это, собственно, тот срез, который сделал... Я, честно говоря, уже не помню, кто. Это срез, который сделали ребята на практикуме у нас. Это не окрашенный срез. Это черешок маранта. При этом, как вы видите, у нас здесь вот... Да что ж такое. У нас здесь по бокам располагается... Вот здесь вот зеленоватая хлоренхима. Вот. Все это при этом, соответственно, все это клетки, которые также заполнены хлоропластами, но не в такой большой степени. Вот большое количество проводящих пучков. Но если мы внимательно присмотримся, мы получим вот такие вот арочки. Вот эти арочки. Это, собственно, своды. Это механическая защита. И вот он, этот желобок. При этом в основании тут еще продолжаются эти прилистники, которые прирастают в черешку. А дальше идет вот такая вот бороздка-желобок, которая позволяет дополнительно колебаться листовой пластинке. Вот эти вот прозрачненькие, но при этом электронно-плотные колечки, колечки, которые мы видим по периферии, это коленхимные элементы. Это коленхима, которая позволяет черешку быть механически устойчивым, но при этом механически прочным и гибким, если что. Вот такой вот интересный черешок. Это другой черешок. Это уже и с нашими ребятами я делала. Это черешок растения, который называется фатиния фрейзера. Здесь механическая плочность достигается созданием не арки, как у маранта, а просто большим, мощным, проводящим пучком. У него вот гигантская совершенно ксилема. Вот она. Собственно, как вы понимаете, слева это не окрашенный срез, справа это окрашенный срез. Дальше идут флоэмные элементы и такой же, как кошничек из механических склеренхимных элементов, плюс вдобавочек в основании тоже идут тяжи. Ну, здесь вот этого, конечно, нет. Тяжи механических элементов. Плюс ко всему... Соответственно, если здесь это склеренхимные элементы, то если вы внимательно посмотрите вот сюда, по краешку, это полное замкнутое кольцо. Что это за ткань? Посмотрите, как вы думаете. Вот то, что я сейчас обвожу. Что это за ткань? Если смотреть на клетку, будет выглядеть вот так вот. Клинхима, Полин, молодец. Да, это уголковая клинхима. И на срезах, ну вот здесь, кстати, это хорошо видно, здесь прям тоненько прошел срезик. Видите, вам кажется, что это маленькие такие кружочки-просветики, кружочки-просветики. Вот кружочек-просветик, кружочек, кружочек, кружочек. А на самом деле это то, что вы принимаете за кружочек, это центральная часть клетки, которая не занята утолщенной клеточной стенкой. Вот то, что здесь выглядит как кружочек, это вот на самом деле вот это вот. Это уголковая клинхима, и здесь она представлена полностью замкнутым кольцом. Мы с вами уже обсуждали, что черешок, если он есть, он должен быть прям супер механически прочной системой. И даже если он маленький, это должна быть механическая прочная система. И вот дальше вольно выдумки хитра. Как вы собираетесь делать эту механическую прочную? За счет чего? Хочете клинхима, хочешьете склеренхима, можно делать арки и привет Останкинской телебашни. Ну вот это вот как бы, это технология Останкинской телебашни. Здесь не Останкинская телебашня, здесь эти колонны, мы заливаем колонны. Делаем как хотим. Что касается делительного слоя. Делительный слой формируется у листопадных растений, но как вы понимаете, на самом деле листья всегда опадают. У всех растений листья опадают. Ну ладно, если это однолетнее растение, то листья там чаще всего не опадают, а просто все грибнет сразу. Но если это какое-нибудь многолетнее растение, просто либо они все опадают в определенный период, либо в зависимости от возраста. Если мы говорим про сезонное опадение осеннее, то иногда делительный слой формируется прямо в момент формирования молодого листа. просто сразу закладывается вот это вот энное количество клеток, которые потом начнут превращать жизнь в свой грандиозный план. Что из себя представляет отделительный слой? Ну, самая толстая часть – это то, что здесь нападают. Это непосредственно самый делительный слой. самоделительный слой. Очень часто у растений, а под этим отделительным слоем, если мы посмотрим вот здесь, на границе непосредственно самого стебля и листа, то, что здесь указано голубой стрелочкой, вот это вот, формируется однослойный, так называемый защитный слой. Защитный слой – это вот тот самый барьер, который никакая зараза не должна пройти. Защитный слой – это то, что превратится в эту корку на листовом рубце. Это то, что станет либо передермой, ну, неважно, это все равно, как-то говорят, механические какие-то элементы, либо передермой, в общем, либо она легнифицируется, либо субернизируется. Что касается непосредственно самого отделительного слоя, то клетки, когда приходит сигнал, а чаще всего этот сигнал – это этилен, за редким исключением – это абсциссовая кислота, но там все катастрофично. А если мы говорим про запланированный листопад, то это этилен. Приходит этилен, и клетки отделительного слоя начинают подготовку, потому что подготовка еще должна заключаться в том, что проводящие элементы, вот они под циферкой 3, проводящие элементы, которые соединяют стебель и лист, должны быть полностью закупорены. Чаще всего это делается при помощи колозы, ну, по крайней мере, флайма точно затыкается колозой, а все элементы полностью осушаются, чтобы никто не прополз. и вместе самого отделительного слоя, эти клетки, когда все произойдет, когда все закупорится, когда здесь сформируется передерма, и здесь, на этом месте произойдет полная закупорка всех проводящих элементов, отделительный слой, клетки отделительного слоя начнут автолиз, запрограммированное разрушение, лизис, и в какой-то момент их полное разрушение приведет к тому, что под механическим давлением оставшейся части листа, она при этом большая, ну, просто все отпадет. То есть в игру вот эти клетки отделительного слоя вступают в самый-самый последний момент, а не в первый, как могло показаться. Какие у нас есть контуры листа? Что из себя представляет лист? Сразу скажу, что мы говорим не просто про лист, а про листовую пластинку. То есть что про черешки мы с вами поговорили, про прилистники листовой основания говорить не будем, там просто очень часто это все сопряжено непосредственно с листовой пластинкой. также должна с вами оговориться, что... Хотя не буду оговориться. Итак, лист – это всегда сэндвич, который с обеих сторон прикрыт эпидермой. Другое дело, что в зависимости от того, какой это тип листа и как в нем располагается хлоренхима и каким способом она там располагается, эти эпидермальные клетки могут нести очень вариативные разные функции. Ну, понятно, что эпидермой всегда нечет функцию защиты, но помимо всего прочего она может нести функцию транспирации, а может не нести функцию транспирации. Ну, в общем-то, тоже такая интересная история. Также обязательно хлоренхима, ну, потому что вот это – это основная составляющая всего листа, потому что ради этого все и делалось. Проводящий пучок обязательно и механические ткани. И вот то, как располагаются механические ткани, тоже очень вариативная история, ибо листья у всех разные, листья разных размеров, разной морфологии, разной площади, и то, насколько они далеко выдвигаются, тоже это все разное, поэтому наличие механических элементов и их развитость тоже очень варьируется в зависимости от растений. Ну, это классическая картинка, я ее взяла из англоязычной Википедии, тоже вы можете ее прекрасно посмотреть. Сразу должна сказать, что когда мы говорим о анатомическом строении листа, у всех в голове возникает классическая картина, что снаружи у нас верхний эпидермис, в котором располагаются трекомки, нижний эпидермис, в котором располагаются устица, дальше у нас идут такие клеточки, которые располагаются очень плотными рядами, вытянутые прозанхимные формы, которые называются столбчатый мизофил, под ним располагаются такие округлые паранхимные формы клетки с гигантскими межклетниками, губчатый мизофил, проводящие элементы, ну, в общем, все как вот здесь нарисовано. Но только-то листья не такие, не все листья такие, поэтому вот эта вот классическая картина, которая возникает в голове, она не совсем правильная. Растения очень вариативные, они растут в очень разных условиях, в конце концов, есть растения ксерафиты, которые живут в очень жарком климате, им вот делать строго верхняя сторона листа, строго нижняя сторона листа, им невыгодно. Да, а если мы говорим про какие-нибудь светолюбивые растения, у них не факт, что вот именно так. Поэтому вот эта вот картина, которая у вас возникает всегда в голове, вы должны делать скидку на то, что на самом деле существует еще как минимум два типа анатомического строения листьев, а сильно отличающегося от того, что вы видите здесь. Я вам их тоже покажу. Вот, но если же мы говорим про ЕГЭ, то для ЕГЭ вот это вот прям нормально. Это не означает, что это неправильно. Ну, просто вы должны понимать, что не только это. Итак, эпидермолиста. Что из себя представляет эпидермолиста? Какие функции она несет и что может быть в ней вариативного? Ну, если мы опять же возвращаемся к той картинке, которую я вам показала до этого, то мы говорим о том, что есть две абсолютно противоположные по анатомическому строению эпидермы. Есть эпидерма верхней части листа или адоксиальной стороны листа и эпидерма нижней стороны листа или абоксиальной. Соответственно, адоксиальная наверху, абоксиальная внизу. Чем они отличаются? Ну, во-первых, они отличаются размером кутикулы, потому что, как вы понимаете, верхняя сторона листа чаще всего подвергается большему воздействию листовых солнечных ключей, поэтому кутикулы там зачастую потолще. И к нам же будут располагаться трихомы или волоски. Сейчас я их покажу. Ой, такие красивые фоточки нашла. Ну, соответственно, абоксиальная сторона листа – там тоже имеется, конечно, кутикула, но чаще всего не такая толстая. Самое главное – парабанная дробь. Конечно же, это устица. Устица, устичный аппарат, все, что связано с газоарменом. И, как вы понимаете, с физиологической точки зрения нижняя эпидерма гораздо интереснее, нежели чем верхняя, с физиологической точки зрения. Потому что вот эти вот клетки эпидермы, которые примыкают непосредственно к кустицу, к замыкающим клеткам кустицы, я почти чихнула. Они с физиологической точки зрения очень такие интересные. В них такие интересные каскады запускаются, там открытие-закрытие устиц. В общем, класс, очень интересно. Ну, при этом, несмотря на то, что мы всегда эпидерму рисуем вот такими вот клеточками, но это как бы поперечное сечение этих клеточек, а сверху эпидерма может не быть прознативной формы сверху, она может выглядеть вот так. Для меня, честно говоря, это было неким открытием, потому что я так, в смысле? Она же должна быть четкими квадратиками. Ну, алло, это нечестно. Но вот, тем не менее, бывает вот такой вот формы. Итак, трихомы. Трихомы на эпидерме листа могут нести очень-очень разные функции. Они могут быть одноклеточными, они могут быть многоклеточными, они могут быть, ну, вообще, на самом деле, трихомы... Чего я написала, ребята? Я здесь неправильно написала. Вот здесь вот вы должны поставить третий треугольничек и написать здесь тоже трихомы. Я неправильно. Ну, в общем, на самом деле, трихомы-то, на самом деле, могут быть и сверху, и снизу. Это я сейчас тупанула. Прям, в общем, допишите себе там. Так вот, а это могут быть просто волосики, это могут быть железки, железистые волоски, то есть они будут выделять какие-то, например, фирменные масла. Это могут быть абсолютно полые структуры, которые будут иметь абсорбционную функцию, то есть они будут поглощать капельно-жидкую воду. В общем, функций гигантское количество, а самое главное, что частота образования этих волосков еще будет зависеть от того, насколько сильную фотопротекторную функцию на них хочет возложить эпидемия. Также эти волоски могут нести функцию выделения. Тут мы должны, конечно же, с вами вспомнить про плотоядные растения. Их вот эти вот, ну, это я хотела сказать щупальца, но это не щупальца. Это вот эти вот трихомы, железистые волоски, которые на своих концах, кончиках, несут липкие капли, которые при контакте с насекомым под действием осматического давления, изменения осматического давления, загибается, соответственно, вот этот вот кончик. И в эти капли, смоленистые вязкие капли, они соприкасаются с телом насекомого, и все там ему конец. Потому что это как клей действует, это еще не переваривание. Нет, это как клей действует, чтобы не выбралось. Также, если же мы говорим про канавис, то на них тоже есть, имеются железистые волоски, но вы должны понимать, что это будут листья самородов. Самородов, Кирилл, выключи, пожалуйста. Микрофон. Спасибо. Значит, эти волоски будут располагаться на брактеях, то есть на вегетативных листьях. Там тоже есть волоски, но они не железистые, они не несут такое количество каннабиноидов. А именно на листьях соцветий и там будут, соответственно, располагаться вот эти железистые волоски. Также очень интересно, это наш любимый волосочек, это прям честная трихома. Это трихома робидопсистолиана. Очень интересным способом она формируется, как самое смешное, не смешное, а самое удивительное и прекрасное, и вообще замечательное, что это все одна клетка, это одноклеточная трихома. Значит, как происходит, при этом основание клетки, оно вот тут вот, как происходит рост, рост растяжением, как формируется сначала вот эта вилка, а потом вот эта вилка. В общем, это все очень интересно, классно. И это при этом одноклеточная трихома. Дальше возникает вопрос, а зачем робидопсистолиан трихома? Ну, как сказать? Ну, чтобы было, наверное. Но так как они пол, ну, они не полые, в смысле они живые, в них есть цитоплазма, она дополнительно отражает все, то вот фотопротекторная функция точно есть. А это одноклеточные волоски простые, одноклеточные волоски, салану, картошечки. Вот такая вот история. А, нет, по-моему, они не одноклеточные, они двуклеточные, потому что есть базальная клетка, вот она, а дальше клетка картошки, клетка этого, трихомы. Ну, и самое мерзкое, что может быть в моем случае, это жуткие волоски, жуткие, жгучие, жгучие волоски крапивы. Значит, здесь это все-таки многоклеточная история. Вот эта вот базальная часть, да, вот эта вот базальная клетка, и непосредственно, анатомически, кстати, сильно отличающаяся, вот этот вот волосок. Он механически прочный, то есть с точки зрения создания волоска, например, а робидопси, там у робидопсика это все мягенько, здесь это все гораздо более жесткое, ну и плюс, конечно, от этого мерзкое внутреннее содержимое того, что содержится внутри вот этой вот этой вот иголочки. Значит, все это легко обламывается, и внутреннее содержимое выливается внутрь вашего пальца, и потом вы долго ходите, и страдаете. Причем самое интересное, что наша-то крапива, во-первых, есть крапива без жгучих волосков, ну то есть вообще, их там нет, а есть крапива со жгучими волосками лайт-вариант, это оказывается то, что у нас, потому что у нас это лайт-вариант, а есть крапива смертоносная, в прямом смысле этого слова, какие-то тропические формы крапивы, у которых это не маленькие волоски, перманентно располагающиеся на поверхности листовых пластинок, а там листовая пластинка выглядит следующим образом, там вот посередине, вдоль центральной жилки, идут прям большие-большие вот эти вот волоски, ну это уже, понимаете, это уже не волоски, это прям такие гигантские шипы, вот такие, понятно, что они не одноклеточные, они многоклеточные, по-моему, еще по периферии тоже рядочек идет, то есть вот так вот это все расположено, и одновременно у вас впрыскивается, ну если вы нерадивый ботаник, значит, у вас одновременно впрыскивается какое-то гигантское количество содержимого вот этих вот волосков, ну и вы там благополучно кончаетесь на месте, вот так что крапивка может быть безобидной, а может быть смертоносной. Также различные волоски, трихомы, ну например, коровика, что у них особенного, ну то, что у них в общем большое количество ответвлений, это не трихомы, да, как у арабидопсиса, очень разветвленная история, за счет этого у них листья такими очень сцепки, вот вы проводите ладонью по листу, и у вас как будто что-то задерживает движение вашей руки, цепляется, а вот цепляются вот эти вот трихомы, очень интересные, по ощущениям интересно, я один раз решила лизнуть вот этот коровяк, лист коровяка языком, нет, я, конечно, не обожгла язык, но ощущения были очень неприятные, вот если вас когда-нибудь кошка лизала долго вам одно место, у них же язык, собственно, зачем, вообще-то когда кошачьи, например, большие кошачьи, типа тигров и львов вылизывают чью-то шкуру, у них такое устройство языка, что этим вылизываемым они в прямом смысле могут содрать шкуру, кожу со своей жертвой, поэтому когда меня вылизывает моя кошка, кот вернее, я думаю, что, цейка моя, ты хочешь меня сожрать? Так вот, если она долго лижет вам одно и то же место, у вас возникает очень неприятное ощущение, как будто вас там кто-то вот так вот царапает, вот самое было ощущение, когда я лизнула вот этот вот коровяк языком, ну, в общем, неприятная история. При этом эпидерма, она на самом деле не всегда однослойная, бывают очень интересные истории про то, что на эпидерму возлагаются дополнительные некие функции, и первая функция, о которой я вам расскажу, и это школьный пример, кстати, даже в школьных учебниках такая история есть, это фикус, ребята, я не помню, как называется этот фикус, не у всех же фикусов так, это формирование цистолита, вернее, вот эта вот клетка, которую я обвожу, называется литоцист, а то, что вот внизу у него вот это вот оксалат кальция, да, это называется цистолит. Это дополнительное механическое упрочнение, очень часто, когда вы берете лист фикуса в руку и так вот отрете, у вас такое ощущение, как будто внутри песочек есть, а он реально там есть, потому что там есть вот эти литоцисты, это дополнительное механическое укрепление. При этом есть другая функция, которую можно возложить на паренхиму, в смысле на эпидерму, когда образуется несколько эпидермальных слоев, как сверху, так и снизу, образуются так называемые субэпидермальные слои, и у кого-то эти эпидермальные слои выполняют просто механическую функцию, например, как у олеандра, вот собственно вот этот лист олеандра это то, что слева, а то, что справа, это лист магнолии, и у него, у нее один из субэпидермальных слоев формируются такими полякрупными клетками, это клетки гиподермы, гиподерма, она по происхождению покровная ткань, ну то есть она будет образована из протодерма, но по функции она вообще в никаком месте не покровная, по функции она запасает воду, это клетки с гигантскими лукуолями, в которых очень-очень большое количество воды, и соответственно есть листья и растения, которые специализируются на гигантском разрастании этой гиподерме привет суккулентам. Ну на самом деле у олеандра тоже есть гиподерма, здесь просто рисунок нехороший я рисунок выбрала, на самом деле вот эти вот нижние клетки, а это тоже клетки гиподермы, они будут отличаться более округлостью в форме, нежели чем эпидермальные клетки, и они также несут функцию соответственно запасания воды. А, ну вот собственно этот лист колонхоя, да, по-моему это колонхоя, в общем это лист колонхоя, если мы, ну помимо того, что вот это вот все, значит это вот у нас хлоранхима, это у нас проводящий пучок, вот это тоже отдельные какие-то проводящие элементы, на самом деле, ребята, извините, я вас по-моему обманула, это еще не лист колонхоя, это вот эта вот черешковая часть, это черешковая часть, но даже если это так, посмотрите внимательно на, в общем, на самом деле это вот это вот увеличена часть, что мы здесь видим, ну вот они, эти эпидермальные клетки четкой формы, а под ними очень похожие формы, но уже стремящиеся по форме ковалу располагаются клетки, это клетки гиподерма, и они будут нести водоносную, ну функцию запасания воды, а когда мы с вами перейдем в лист, да, в листовую часть, там, ну гиподерма будет чуть больше, но понятно, что там основную водосопасающую роль, конечно будет играть хлоренхима, которая там не будет ни дифференцирована ни на что. Устица, я думаю, что на устицах мы сегодня закончим. Итак, устица, устичный аппарат, устичная щель, что это такое? Тенденция такова, что, ну по крайней мере одно время в Серосе и в Ломоносове появлялись задания, которые просили от вас знания типов устичных аппаратов. Чтобы вы понимали, активнейшим образом в формировании классификации устичных аппаратов принимали два человека. Это сотрудники кафедры высших растений, к сожалению, уже ныне покойная Людмила Ивановна Лотова и на тот момент ее, кстати, я не помню, был ли он ее аспирантом, да я не помню, в общем, Александр Константинович Тимонин. И вот эта вот классификация устичных аппаратов, которые сейчас, по-моему, насчитывают в районе 40, да, в общем, большую толику туда внесли, конечно, эти два прекрасных ботаника. Что касается вас и что, типа, делать вам со всем этим бардаком, я покажу шесть вариантов, которыми можно более или менее перекрыть все остальные. Но продолжим. Что же такое устица и что такое устичный аппарат? Итак, устица состоит из трех частей. Две осязаемые, одна неосезаемая. Значит, две осязаемые. Первая – это, соответственно, замыкающие клетки устиц бобовидной формы с неравномерно утолщенными клеточными стенками, а именно вот эти вот клеточные стенки, которые примыкают друг к другу, они у них утолщены в отличие от противолежащих клеточных стенок. А неосезаемая вещь – это апертура устица или в общем, устичная щель. Совокупность замыкающих клеток устиц и устичной щели называется устица. Короче, устица – это две клетки плюс дырка. А вот если две клетки плюс дырка плюс особые с физиологической точки зрения клетки окружающие устицы, которые называются замыкающие клетки устиц, ребят, они, иногда они по морфологии отличаются, но то, что они с точки зрения физиологии растений отличаются, это я вам гарантирую, потому что там немножечко другие каскады могут запускаться, количество всяких этих белков переносчиков, транспортных систем, их количество там будет явно увеличено, плюс плазмодесменные контакты между замыкающими клетками устиц и околоустечными клетками, все это, соответственно, будет играть большую роль. В общем, если 1 плюс 2 плюс 3, это все устечный аппарат. Какие бывают типы устечных аппаратов? Давайте смотреть. Значит, первый вариант. Когда на самом деле клетки мизофила, вообще, в общем, вы не можете глазами выделить какие-то клетки, которые точно принадлежат и находятся рядом с устицем. Все клетки, они абсолютно равны, как будто просто внутрь них поместили вот эти замыкающие клетки устиц. Нет никакой разницы между клетками мизофила и околоусечными клетками. Это называется аномоцитный вот этот аномоцитный усечный аппарат. Нет никаких различий. Да, может быть три клетки, может быть три, может быть четыре, неважно, но они никак не отличаются от клеток мизофила. Другой вариант. Три клетки, раз, два, три, эти три околоусечные клетки отличаются по форме от клеток мизофила и при этом еще отличаются друг от друга. Это аниза, аниза, как вы помните, это разный, анизацитный устечный аппарат. Другой вариант, две клетки, но две клетки могут иметь стекинговые клеточные стенки, либо перпендикулярно положению плоскости устечной щели или параллельно плоскости устечной щели. Если стекинговые клеточные стенки перпендикулярны устечной щели, то это, соответственно, диацитный устечный аппарат. Если все параллельно друг к другу, то это парацитный. Ну а дальше, если четыре клетки, то тетрацитный. Если пять клеток, то это пентацитный. Если шесть, гексоцитный. Ну и так и далее, и так и далее. Если одна, моноцитный. Ну, в общем, как-то так. А вообще, я уже сказала, до сорока вариантов типов устечных аппаратов. Ну вот это легкий вариантик, то, как это все выглядит. для каких-то растений это оказывается устойчивым систематическим признаком. Бало того, что устойчивым, так еще и очень важным для расклассификации, для разделения по классификационным единицам. При этом вы должны понимать, что есть растения, устицы располагаются не только на нижней стороне листа. Во-первых, устицы могут располагаться и на верхней, и на нижней. Они могут располагаться либо только на нижней, либо только на верхней. Кажется, сейчас, подождите, секунду, вот. Вот эти три градации, надо перенести слайд. Значит, есть три типа листьев, в зависимости от того, как у них расположены устицы. Есть амфистоматические листья, гипостоматические и эпистоматические листья. Значит, амфи – это двусторонние. Это означает, что эти листья… Ну, стома – это устица, амфи – это обе, как бы, да, и туда, и сюда. Женщина-ворона вернулась, а мужчины-ворона уже нет. Ой, нет, их тут уже трое. Прикол. Да, в общем, Санта-Барбара продолжается. Итак, амфистоматические листья – это те, у которых устицы находятся и сверху, и снизу. Гипостоматические помните эпигеогенные корневища и гипогеогенные корневища. Эпи – это над, гипо – это под. Гипостоматические листья – это те, у которых только на нижней стороне листа располагаются устицы. Эпистоматические листья – это те, у которых располагаются устицы сверху. А дальше весь прикол заключается в том, Во-первых, есть растения, например, плуны, у которых молодые листочки эпистоматические, а более возрастные листочки, которые при этом будут располагаться в верхней части растения, они будут гипостоматические. Есть амфистоматические и гипостоматические листья. То есть все это варьируется в зависимости от того, что за растение, какой лист мы взяли, а где это растение живет. Вообще плотность устиц и количество устиц тоже очень важный показатель. Мы тут как-то статью смотрели, сравнивали количество устиц у сосны. Взяли три сосны. При этом вид рот одинаковый. Значит, одна росла, по-моему, две тысячи метров над уровнем моря, тысяча и условный ноль, что-то в этом роде. А дальше смотрели плотность устиц. Мало того, что в норме у, например, сосны различается плотность устиц в зависимости от того, где располагаются хворинки в нижней части кроны, в средней или верхней, так еще плотность устиц зависела от того, сколько метров над уровнем моря располагается это растение. Причем, как вы понимаете, если мне не изменяет память, в той статье говорилось о том, что они брали две тысячи в разных горах. Потому что есть две тысячи такие влажные тропики, условно говоря, там, где много влаги и так далее, а есть там, где с влагой что-то не очень. И там тоже различались эти показатели. Поэтому устица – это такой очень важный эколого-физиологический показатель. В общем, интересная такая история. А что касается… Давайте посмотрим на то, как это все выглядит. Я думаю, что, возможно, вы видели эту картиночку. Это было одно из заданий, по-моему, школьного этапа. Если я мне не изменяю память. В общем, я его делала, по-моему, для школьного этапа. Итак, вопрос. Что обозначено цифрой 1? Клетки эпидермы. Да. Что обозначено цифрой 2? Околоустичные клетки. Так. Что обозначено цифрой 3? Самогустица. Так. Хорошо. Как бы вы назвали тип устичного аппарата? Онизоцитный. Да. Совершенно верно. Онизоцитный. Смотрите. Значит, вот это вот у нас устица. Клетка 1, клетка 2, клетка 3. Здесь очень важно, что здесь приведено энное количество устиц. И вы можете понять, сравнить это с клетками мизофилов. Потому что вот найдите мне здесь картинку, по которой нельзя четко сказать тип устичного аппарата. 3. Что такое 3? Что такое 2? А как вы считаете? 1, 2, 3. Алло. Я не понимаю, как вы считаете. На которой одна устица справа. Да, совершенно верно. Вот эта вот картинка. Здесь прекрасная фотка устица. Посмотрите, здесь даже все хлоропластики видны. Ну, это же просто... Но оно здесь одно. Вы не можете вообще ничего сказать. А может быть, это какой-то баг. Может быть, это какая-то особая устица. Потому что давайте посмотрим вот сюда. Вот это вот там, где у меня обозначены клеточки под цифрой 2. Это же абсолютно... Это 2, это 3 клетки. Одинаковые по форме. Которые, в принципе, не сильно отличаются от клеток мизофилов. И конкретно по этому устицу можно сказать, что, например, это аномоцитный устичный аппарат. Но дальше мы смотрим, что вообще-то здесь еще есть. Вот устица, вот устица, вот, 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 вот они все. И там 3 клетки, которые сильно отличаются по размерам и будут отличаться от клеток мизофилов. Тогда мы поймем, а, значит, эта устица-то у нас непоказательна. Да? Так что давайте, да, все-таки у нас анизоцитный, да, анизоцитный устичный аппарат. Поэтому это очень важно, чтобы было как минимум 2 устица. Так, а как вы мне назовете, в общем, вот эта устица? Что это они за... Алло, зайки мои. Жизнь боль. Значит, смотрите. Бородия. Вот я вас и подловила. Значит, если внимательно посмотреть, если открыть свои прекрасные очи, что мы увидим? Клеточка раз, непосредственно контактирует с поверхностью. Клеточка два, ну понятно. А дальше мы разуваем свои глазки, что мы видим? Опачки, вот тут еще место. Вот еще часть устицы, с которой можно проконтактировать. И с этой частью контактируют вот эти вот две клеточки. Поэтому сколько у нас клеточек окружает устичная пустица? Четыре. Поэтому как мы назовем тип этого устичного аппарата зайки? Тетрацитный. Да, совершенно верно, тетрацитный. Вот это гигантская клетка мезофила. Вот она, посмотрите, какие-то гигантские мезофильные клетки. Эти очень мелкие по сравнению вот с этими. Так, а если сюда посмотреть, вот на эту картыночку. Тетрацитный. Да, совершенно верно. Собственно, это то же самое растение, просто сходкано по-другому. А вот это вот растеница. Кто мне скажет, какой это тип устичного аппарата? Кстати, вы мне не скажете, какой это тип устичного аппарата. Ну, то есть вы сможете попытаться, но я думаю, что не скажете. Так, кто мне там что написал? Аниза, моно. Нет, это на самом деле и не аниза, и не моно. А здесь две клетки, которые окружают устичный аппарат. Вот раз клетка, а вот два клетка. Они как бы где-то друг в друга. Аниза, паранизоцитный. Ну, это скорее, на самом деле, из-за того, что контакт у нас происходит вот таким вот способом. Это скорее диоцитный. То есть это аналог диоцитного, на самом деле, там какой-то подтип, чего-то там. Вот, зря я, как я сдала эту фотку. Ну, ладно. Вот, ну, еще есть, ой, еще один. Как вы назовете этот тип устичного аппарата? Зайки мои. Значит, анизацитный – это когда три клетки, отличающиеся по размеру друг от друга и отличающиеся от клеток мезофила. А вот аномоцитный – это иногда, ну, либо три, либо четыре клетки, которые вообще никак не отличимы от клеток мезофила. Вот это аномоцитный устичный аппарат. Аномоцитный. Так, я думаю, что мы на этом с вами сегодня закончим.